друзья совсем недавно мы с вами разобрали что такое луты и вы теперь прекрасно знаете что основной инструмент при записи лут это конечно градиентный фильтр и если вы не видели урок о создании лутов советую вам посмотреть ссылочка будет в описании к видео и в закрепленном комментарии а сегодня мы с вами научимся записывать экшены и если меня спросить что я предпочитаю луты или экшены я конечно же отвечу что я предпочитаю всегда и однозначно экшены и ответ почему достаточно прост и чем же отличаются луты от экшенов лут это специальный файл и в лут можно запихнуть все что угодно и контрастность и сочности и чисел цветокоррекцию тонирования все 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 что угодно но все это связано только как я уже сказал работой света или цвета или и того и другого экшен же позволяет записать во первых абсолютно все действия которые вы делаете с фотографией в том числе и когда вы обращаетесь в дополнительные плагины например как я обращаюсь мой любимый ник коллекшен это также можно записать в экшен и так меня зовут серджио и если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм тебя там ждет подарок два моих замечательных набора пресетов ну а мы не будем терять времени поехали итак друзья я буду сегодня записывать экшен на примере этой замечательной фотографией который у меня появилась благодаря одной замечательной паре андрея и елены спасибо вам ребят за экскурсию по ночному питеру ну а мы приступаем к записи экшена и так друзья я почистил палитру экшенов и удалил панель но потому что скорее всего если вы с экшенами не работали то у вас именно так это и будет выглядеть то есть вам для начала необходимо будет вывести панель экшенов для того чтобы с ней работать так вот где эта панелька находится и так друзья мы с вами двигаемся верхнюю панель окно и здесь кликаем операции либо нажимаем сочетание клавиш alt f9 в английской версии соответственно у вас будет написано экшен и так у нас появляется вот такое вот окошечко миниатюрка обозначающая экшена это вот такой вот треугольничек и экшен как я уже сказал записывает все ваши действия и соответственно вы эти действия можете применить к другому изображению и так друзья все экшены конечно же лучше каталогизировать поэтому первым делом что мы с вами делаем это создаем папочку и например моя первая группа экшенов будет посвящена ну городской или архитектурной фотографии и давайте я назову эту папочку словом сити кликаем окей у нас появилась сверху в панели папочка и теперь нам сюда необходимо добавить первый экшен кликаем внизу в панельки на плюсик у нас появляется вот такое вот окошко и сюда мы записываем наш первый экшен пусть у меня будет называться он например и universal далее друзья этот экшен вы также можете запускать при помощи комбинации клавиш для этого вам предлагается выбрать вот здесь вот клавишу например f2 и добавить сюда кнопку при помощи которой будет запускаться этот экшен то есть я кликаю shift и в будущем мой экшен может запускаться сочетанием клавиш shift f2 далее я могу свой экшен покрасить в красный цвет нажимаем вот сюда красный кликаем записать и как мы кликнули с вами записать у нас появляется название нашего экшена также здесь показывается комбинация клавиш который мы завели и внизу загорелась вот это вот красная кнопочка ну друзья управление то в общем то стандартное такое вы видите при записи на видео например на своих телефонах также кнопочка стоп кнопочка play и кнопочка записи вот они три основные кнопки которые управляет записью нашего экшена далее друзья мы с вами не работаем горячими клавишами работаем только с окнами именно так экшен запишется наиболее корректно итак первым делом что мне необходимо сделать это сделать дубликат моей фотографии поэтому я перехожу в слои новый и выбираю здесь скопировать на новый слой у меня появился слой и как вы увидели у меня записалось первое действие скопировать на новый слой и так как данная фотография у меня уже обработана в lightroom то мои настройки будут легкие касаться будут больше всего конечно тонирование изображения и так друзья мы начинаем с вами работать с текстурой и закончим запись экшена работой с цветом и со светом и так я добавил новый корректирующий слой в виде дубликата моего изображения и после этого я перехожу фильтр выбираю не collection и кликаю на color fx pro открывается плагинчик и здесь друзья давайте посмотрим какие у меня настройки стоят по умолчанию это именно те настройки которые я чаще всего использую и так первый фильтр это экстракция деталей и выделение деталей я ставлю всего лишь два процента и если вы даже поставите 0 у вас текстура будет уже выделяться благодаря этому плагину и так первый фильтр экстракция деталей выделение деталей я оставлю 2 процента контраст 0 насыщенность 0 у вас по умолчанию там скорее всего контраст по моему стоит там 5 или 6 точно не помню уберите этот контраст в этом фильтре он не нужен дальше друзья вам необходимо кликнуть добавить фильтр и после чего вы добавляете фильтр skylight интенсивность по умолчанию стоит на 20 процентов мне достаточно 15 вы ориентируетесь на свое изображение этот фильтр дает красивый насыщенный свет после чего вы кликаете еще раз добавить фильтр и добавляете еще один фильтр который называется только контраст и здесь друзья у нас все стоит по нулям за исключением ползунка только контраст который мы выставляем на 10 и мягкий контраст который мы выставляем на пятерочку после применения этих фильтров вы можете сохранить свой плагин которому ну например присвоить это же название как и у экшена universal кликаем окей наш плагинчик записался и попал сразу в меню фильтров и теперь нажимаем окей в нижнем правом углу и так друзья плагин записался как вы видите у нас в экшене появилась еще одна запись двигаемся дальше давайте мы к этому слою с вами добавим масочку кликнем вот здесь внизу на значок маски это нам необходимо если мы захотим какие-то объекты дополнительно обработать при помощи кисти но пока мы записываем экшен мы эти действия не выполняем иначе наша локальная обработка но другое изображение ляжет абсолютно также нам это не нужно потому что экшен это все-таки некий базис некий фундамент который позволяет нам очень быстро сделать определенную надстройку состоящую из различных слоев и после чего уже дорабатывать под конкретное наше изображение итак друзья мы идем теперь слои новый и кликаем опять скопировать на новый слой после чего мы присваиваем название верхнему слою резкость переходим фильтр усиление резкости умная резкость далее друзья я как правило использую именно такие настройки эффект либо 135 либо 150 радиус единица и немножко уменьшить шум 10 процентов кликаем ok и если плагин не collection нам позволил больше добавить текстуры именно в средних деталях то резкость позволяет нам увеличить текстуру именно на мелких деталях на краях объектов как правило над текстурой я больше не делаю ничего я даже редко применяю резкость экстрактора вполне достаточно для того чтобы получить резкую и четкую фотографию и так двигаемся дальше идем слои новый корректирующий слой кликаем карта градиента и теперь друзья давайте мы добавим сюда градиент который я использовал в предыдущем видео и вы уже умеете и знаете как пользоваться градиентами и так я первый градиент назову blue цвет соответственно я ему присвою синий режим сделаю мягкий свет непрозрачность делаю на 20 лика и ok свойствах я теперь открываю градиенты выбираю градиенты как я уже сказал из предыдущего видео добавлю вот такой вот синенький градиент и клик на ok и так друзья я хочу записать еще два градиента которые я использую чаще всего и так идем опять слои новый корректирующий слой карта градиент а следующий градиент у меня будет серенький назову его соответственно grey цвет выберу серенький режим мягкий свет и непрозрачность 20 процентов кликаем ok переходим в градиенты ну вот у меня этот серенький градиент кликаю ok слои новый корректирующий слой карта градиента коричневый цвет поставлю оранжевый режим мягкий свет непрозрачность 20 процентов ok и выбираю также свой самый любимый градиент кликаем ok теперь друзья у меня логика следующая чаще всего я использую градиент браун коричневый поэтому я два нижних градиента отключу и в общем как видите у меня записалось скрыть слой грей и скрыть слой blue отлично я их добавлю потом либо заменю на какой-то другой градиент если мне это будет необходимо при обработке другой фотографии двигаемся дальше идем слои новый корректирующий слой после того как мы поработали с вами с градиентом у нас это как правило влияет на усиление контраста поэтому добавляем кривые кликаем ok поработаем с кривой я слегка приподниму точку черного сделаю вот такую вот легкую s-образную кривую соответственно эти значения у меня также записались в action двигаемся дальше слои новый корректирующий слой обязательно выборочная коррекция цвета ok здесь я трогать ничего не буду это индивидуально и это я не всегда использую только когда нужно дополнительно поработать с тем или иным цветом слои новый корректирующий слой видовой баланс ok я его добавляю но также не трогаю это все очень индивидуально слои новый корректирующий слой сочность ok сочность я сразу буквально прибавляю на 35 это наиболее частое значение которое я использую при обработке своих фотографий и так экшен мы записали и теперь нажимаем вот сюда на квадратик и мы с вами остановили запись экшена теперь друзья смотрите что мы с вами делаем ну во-первых давайте мы все здесь удалим что мы с вами наработали представим что наша фотография после lightroom или камера роу идеально чистая на нее пока больше никаких настроек не легло из photoshop и теперь давайте панель экшенов переведем в более профессиональный и красивый вид вот здесь видите в правом верхнем углу вот такие полосочки кликаем сюда и нажимаем представить виде кнопок и вот у нас с вами записался наш первый экшен universal и сюда вы будете добавлять экшены и будут добавляться вот такие вот красивые кнопки и это будет выглядеть как профессиональная панель ретушера и соответственно для того чтобы мне применить настройки к изображению я могу нажать сочетание клавиш shift f2 либо кликнуть сюда на нашу красную кнопочку ну давайте посмотрим как экшен отработает то что мы в него заложили ну вот друзья как вы видите я сделал заготовку на которую потратил там около 10 минут и после того когда я ее применил используя экшен у меня на это ушло не больше полминуты запомни лучший день потерять потом за 5 минут долететь и я теперь могу поработать отдельно например выбрать другой градиент который мне больше подойдет для этой фотографии могу выделить конкретный слой и поработать с непрозрачностью могу уменьшить резкость изображения могу уменьшить наложение плагина не collection путем снижения непрозрачности и конечно же могу поработать с кисточками например выборочной коррекции цвета давайте друзья мы с вами поставим серенький градиент теперь давайте перейдем в цветовой баланс и теперь давайте в средних тонах верхней панельки мы ползунок уведем в сторону красных где-то на 10 а нижний ползунок подвинем немного в сторону синих и таким образом мы получили вот такой вот легкий фиолетовый эффект на нашем изображении экшена я могу соответственно закрыть открыть используя эту клавишу ну и как работать с масками вы тоже можете посмотреть у меня есть целый мастер-класс по работе с масками ну в общем-то все друзья фотографию мы обработали и так давайте мы посмотрим какая фотография у нас была изначально и что в итоге мы получили после наложения одного из моих пресетов и доработки уже фотографии photoshop при использовании экшена по моему очень даже неплохой и достойный результат ну вот друзья теперь вы многое знаете не только о лутах но и об экшенах и конечно же вам это поможет и быстрее обрабатывать ваши фотографии делать вашу обработку более оперативной быстрой и соответственно вы меньше будете тратить на рутину а больше посвящать свое время именно творчеству надеюсь видео было тебе полезным поэтому не забудь поставить лайк и если ты впервые на моем канале то подпишись чтобы не пропустить следующие полезные и нужные уроки по обработке фотографий а также загляни в мой инстаграм где тебя ждет подарок из моих двух замечательных наборов пресетов ну а в недалеком будущем в следующих видео мы с вами продолжим усложнять нашу работу и так как вы уже знаете как работать записью экшенов то мы с вами будем усложнять нашу работу photoshop и приступим к созданию сложных экшенов будем с вами работать над масками яркости и с другими необходимыми инструментами для получения красивых и замечательных фотографий а на сегодня это все с вами был серджио желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч